В политике происходят невероятные, как мне кажется, сейчас вещи, и вполне возможно, что это все может тоже повлиять как-то пагубно на развитие современного танца, который сейчас, допустим, не так, чтобы у него прям много ресурсов, но не так, чтобы мало, все как бы хорошо идет, но с другой стороны, какие-то карантики могут закрываться, и все, кто как-то пытается, которым нет дела до политики, на самом деле, ну, большинству художников современных до политики, может быть, особого там дела нет, то есть они не готовы там брыгать грудью на амбразуру или что-то там кому-то доказывать, вот, но они все хотят иметь возможность свободного высказывания на любые темы. Мне кажется, что в первую очередь танец это такое спасение от технологий, но я имею в виду вот эти простые для нас уже технологии, которые мы постоянно пользуемся, да, интернет и мобильные телефоны и все такое, это то, что лишает нас живого общения, а танец, он как раз дает возможность живого общения и дает какие-то возможности отрабатывать свои коммуникативные навыки, свой, там, не знаю, развивать эмоциональный интеллект, потому что все меньше у нас становится ситуаций в жизни, когда мы можем это делать, когда мы реально общаемся, реально вступаем в какое-то взаимодействие, вот, и люди все меньше, из-за того, что все подростки, уже даже взрослые, ну, подростки, дети сидят в своих гаджетах, у них нет навыков, все меньше навыков взаимодействия, такого конструктивного, и танец это один из способов, мне кажется, набрать этих навыков. Ну, такой танец в широком смысле слова, то есть не тот танец, который на сцене, а танец, который может практиковаться где угодно, то есть чем больше людей будет иметь возможности практиковать современный танец, тем больше у этих людей будет навыков в разных других сферах, ну, вот, в частности, эмоциональный интеллект, например. Танец для меня это не только сценический танец, а танец это как процесс общения и выработки в себе новых человеческих каких-то навыков, навыков коммуникации, понимания себя, понимания других, вообще каких-то расширения своих представлений о мире. Вот, и там случилась импровизация, как какой-то творческий процесс, то есть я не могла поверить, что люди импровизируют, то есть они заранее ничего не придумывают, ну, как бы это, как так, может быть, как эта хореография, которая складывается спонтанно, вот, и это для меня было таким колоссальным потрясением, то есть это какая-то была новая сфера вообще в моей жизни, я поняла, что, ну, там такой огромный потенциал всего и развития, и, ну, да, прежде всего моего личного развития, и это очень сильно меня изменило, и потом я поняла, что я хотела бы, чтобы информация шла дальше, чтобы еще больше людей могли тоже к ней прикоснуться и как-то изменить свою жизнь. Те люди, которые втянулись в танец, ну, чаще всего они, ну, для меня это люди, которые более открыты, открыты для всего, для любых коммуникаций с миром, то есть и с человеком, и с пространством, и со временем, то есть у них как будто бы чуть меньше шаблонов и каких-то категорий в голове, как должно быть, что такое красиво, что такое хорошо, что такое плохо, то есть у них эти категории более гибкие такие, и это значит, что с этими людьми, ну, мне тоже проще какие-то находить точки соприкосновения, потому что нету такого какого-то перпендикулярного столкновения, всегда есть там что-то, ну, то есть какая-то более гибкая коммуникация, и да, свобода выражения. На самом деле бывают мысли, что может быть пойти зарабатывать где-то чем-то другим, а не пытаться зарабатывать танцами, потому что я в какой-то момент своей жизни поставила перед собой такую цель, что я буду зарабатывать тем, что я люблю, что мне нравится, и как бы мне хотелось доказать, в первую очередь себе, что, ну, это возможно, это сложный путь, вот, поэтому иногда я думаю, что, может быть, зарабатывать надо чем-то еще, но танец в любом случае должен оставаться, потому что для меня это ресурс, то есть это каждый раз, даже просто какой-то коротенький танец с самой собой дома, там, под музыку с закрытыми глазами, я вдруг понимаю, как тело наполняется энергией, как негативные эмоции куда-то уходят, мысли как-то переструктурируются на более позитивный лад, и уже один этот факт, то есть вот эта практика уже никогда из моей жизни не уйдет, даже если я не буду ходить там в танцевальный зал, не буду делать танцевальные проекты, то есть, ну, это в любом случае останется, вот, но пока еще есть агония и желание делиться этим, ну, как бы, когда делишься, ты всегда обратно же тоже получаешь очень много, поэтому, да, запал, он как бы не пропадает.